Всем привет! С вами канал Космостар. Константин Григорьев играл всегда харизматичных, запоминающихся персонажей, потому что сам был таким. Помните, его роль начальника контрразведки, капитана Федотова? Очень колоритным получился герой. А Никита Михалков после съемок в адрес Григорьева сказал, о таком актере мечтает каждый режиссер. Но его характер оказался виной всех бед, которые чередой ворвались в жизнь актера. Пробовал много раз строить семью, сохранить ее никак не удавалось, был талантливым и трудолюбивым, а остался без работы. Да и ушел очень досадно, когда мог еще жить и сниматься в кино. Не жизнь, а хождение по мукам. В 1937 году на свет появился Костя Григорьев. Мальчику как-то сразу не повезло, отца своего он так и не узнал, мать от него тоже отказалась. Если бы не бабушка, жил бы в детском доме. Но любимая бабуля, одна растила внука и надеялась, что мать одумается, когда сын вырастет. Мать не одумалась, а он, став взрослым, не простил ей детскую обиду. Подрастая, Константин понял, что хочет быть актером. Однако бабушка его была из простых людей и в театральную студию внука не повела. Она пыталась его накормить и дать хоть какое-то образование. После школы юноша поступил в строительный институт. Учеба казалась для него каторгой. Совсем скоро он бросил учреждение, чем огорчил бабушку. Устроился кочегаром в Дом культуры. Вот тут он впервые и вышел на сцену, когда ставили небольшой спектакль. Радость наполнила сердце, Константин понял, что сделал первый шаг в нужном направлении. Он поступил в театральную студию, потом устроился рабочим сцены в театр. Денег на жизнь не хватало, ушел из театра в слесаре. Но скорый и оттуда ушел, потому что сцена стояла перед глазами. Театр имени Комиссаржевской, место работы молодого актера, окончившего студию. Обычно с таким образованием, точнее без него, сюда не брали. Для Григорьева сделали исключение, талантливым был парень. А в жизни он оказался еще и правдорубом. Заступился однажды за коллегу, выступил против режиссера. Его тут же уволили. Обидно было покидать родной город, но пришлось переехать в Москву. И здесь ему повезло, приняли служить в театр имени Пушкина. Десять лет играл на его сцене, а потом Олег Ефремов пригласил актера в МХАТ. Отказать ему Григорьев не смог, а тот наградил главными ролями в спектаклях. Вот только через два года о карьере пришлось забыть. Еще живя в Ленинграде, актер начал сниматься в кино. Его первая роль в картине «Война под крышами». Работал у режиссера Виктора Турова, который дал ему роль, камзвода Никиты Пинчука. У этого же режиссера актер Константин Григорьев получил и первую главную роль. Виктор Туров решил снять продолжение кинокартины. И снова пригласил на съемки Константина. Только на этот раз молодой актер играл главного героя. Фильмография актера составляет чуть более 30 кинокартин. Самые известные среди них – «Земля Санникова», «Хождение по мукам», «Раба любви», «Трактир на Пятницкой», «Транссибирский экспресс», «Сибириада», «Остров сокровищ», «Зеленый фургон» и другие. Когда актер находился на пике карьеры, все в один миг рухнуло. Не стало ролей, кино и той жизни, которой он привык. Не сложилась личная жизнь у актера с детства. Не было рядом ни отца, ни матери, может поэтому таким резким, прямолинейным оказался его характер. Не видел он, как родители любили бы друг друга и заботились о детях, поэтому и сам все делал не так, как хотелось бы, а в кривь и в кось. Не сложился первый брак с Лилией, которая родила ему сына в 1958 году. Она хотела, чтобы муж хоть небольшие деньги в семью приносил, чтобы могли вместе сына Андрея кормить, быт обустраивать. А он хотел быть актером, а ради этого готов был сидеть без денег и еды, не думая о семье. Второй женой Константина Григорьева стала Люба, и с ней не сложилось. В этом браке родилась их дочь Екатерина. Его следующей официальной женой, подарившей актеру сына Егора, стала Елена. Мальчик родился в конце 1983 года, а в феврале 1984 года в семью пришла беда. Константин Константинович с другом пошел в ресторан, получив зарплату. Хотели посидеть накануне приближающегося дня рождения. За соседним столом отдыхали парни. Актер высказался нелицеприятно в их адрес, считая, что у тех нетрадиционная ориентация. Вроде и ссоры не было, но когда он курил на лестнице, кто-то ударил его по голове и толкнул вниз. Актер попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Было выполнено несколько операций, но вернуть здоровье не удалось. Появились провалы памяти, почти полностью пропала речь. Что он мог играть, когда вышел из больницы через полтора года? Но Ефремов его не оставил в беде, не уволил из театра. Дал роль немого Герасима в детском спектакле «Му-му». Даже будучи больным, Григорьев проявил характер, заявив, что мало заплатили. Взбрыкнул, как обычно, и уволился. А никто уже не догонял, его время ушло. Правда, в 1991 году он снялся в фильме Соловьева «По таганке ходят танки». Но роль шизофреника Петра Кравченко не принесла ему успеха. А ведь актер сыграл очень убедительно. Жаль, что режиссеры решили, что он и сам болен психически. После просмотра фильма от актера отвернулись даже те, кто был когда-то другом. Расстался он к этому времени с женой Еленой. В жизни актера появилась мошенница, которая воспользовалась его нездоровьем. Сначала ухаживала, потом родила сына от кого-то, а доказывала, что это наследник Григорьева. Она смогла продать его квартиру в Москве и купить ему небольшую на окраине в Ленинграде. Понятно, что сама осталась в столице и оставшиеся деньги присвоила. Оставшись без работы, Константин Григорьев вернулся жить в Ленинград. Он доживал жизнь в нищете, практически ни с кем не общался, потому что стыдился своего состояния. В его неубранной грязной квартире собирались только случайные собутыльники. Вся его пенсия по инвалидности уходила на выпивку. Лишь изредка актеру помогал Никита Михалков, которому Константин Константинович был благодарен и за роль, и за память, и за заботу. В добавок ко всем бедам у больного актера еще и онкологию нашли. Две недели он прожил после поставленного диагноза. Перестало биться его сердце 26 февраля 2007 года. Прощание с ним было скромным. Приехали два сына, первая жена, сестра с племянницей и пару родственников. Все расходы по погребению снова оплатил Михалков. Актер Григорьев Константин Константинович похоронен на Большоохтинском кладбище. В 70 лет закончились его хождения по мукам, хотя уже с 47 он не жил, а мучился.